Боя в поле с ММА перчатками, и вот сейчас у него отказали обе почки. Я с Конора никогда в жизни не брал деньги. Мы рубились не на живот, а насмерть. Виски приносят намного больше, чем мои. От души в душу! Не, особо такое не предлагали. Один раз мне предлагали у нас в Ирландии, там как бы большое очень население цыган, именно ирландских. И у них вот очень как раз кулачные бои, это ихняя тема. То есть у них это в ихней культуре, они на этом все растут. И когда-то давно-давно мне предложили бои в поле с ММА перчатками. Но когда мне предлагали только, я согласился сразу, как я всегда делаю, когда любой бой мне не предлагали, я соглашаюсь всегда. И в тот момент я также согласился, но просто не понял, что бой в поле будет, просто посредине поля. Когда я начал вдаваться в подробности, и мне детали стали более уже понятны, известны, я говорю, нет, я все-таки стараюсь стать профессиональным спортсменом, и думаю, это будет выглядеть как-то несерьезно, и плохо скажется на моей репутации, на моей карьере. И тогда этот бой не принял. А вот так, чтобы именно какие-то там разборки, ну нет, мне не предлагали такого. Да были раньше истории, да, когда и бывало, выпивали там, особенно автор партии, да, там, когда выиграл бой. То есть ты же к бою, когда готовишься, там, и диета очень-очень жесткая, и не выпить, ничего там, не погулять, не расслабиться. А раньше бой за боем, то есть иногда так год-два, то есть не получается спустить пар. И потом, когда до этого дорываешься, да, когда вот можно, да, бывало, конечно же, почему нет? Я в этом не вижу ничего плохого. Если в меру, как бы, то почему нет? Разные у меня бои были тяжелые по-разному, да, вот с Полем Алинаджи сам бой не такой тяжелый был, к примеру, но подготовка была довольно-таки тяжелая по несколько причин. Во-первых, я сразу стал к этому бою готовиться против своего первого боя, против Джейсона Найта. Я, если вы видели, то есть у меня там было 40 швов на лице, руки были просто тоже в мясо, я не мог ни лапы бить, ничего. То есть знаю, насколько принципиальный бой с Малинаджи, он двукратный чемпион мира, мне нужно спарринг проводить, а я даже лапы не могу ударить, и знаю, насколько этот бой принципиальный, знаю, что, не дай бог, этот урод выиграет этот бой, он же никогда не заткнется об этом, он же будет на каждом углу об этом говорить, трещать. Поэтому морально было довольно-таки тяжело, да, готовиться к бою. Потом бой, допустим, Джейсон Найтом первый был, естественно, такой кровавый, такой просто мясо было. А он был в этом плане очень тяжелый. Ну, такие, думаю, два запоминающихся боя для меня. Сейчас в этом зале тренируются бойцы, а еще буквально несколько дней назад здесь проходила съемка четвертого сезона брутального шоу «Махач». Тогда впервые фейс-ту-фейс встретились наш Денис Беринчик и Артем Лобов, которые 19 июня выйдут на площадку с голыми кулаками, чтобы расхвасить друг другу лица. Все эти события будут детально освещаться на YouTube-канале «Махач». Много драк, интриг и крови. Подпишись на «Махач», пока это не стало мейнстримом. «Вам лучше не знать, спать не будете». Очень много, очень много, очень много хочется танцевать. Если бы вам столько платили, вам бы тоже хотелось. А ты больше вот этого работаешь? Геринчика? Ну, тут же ж по росту. Да растет до меня, тогда тоже будет получать, как я. Ну, я только начинал еще как бы в банке, да, я закончил магистратуру тогда, стал работать в банке, еще два года только отработал в Ирландии. Американский банк был, но работал в Ирландии. И у меня план был идти учиться дальше, заканчивать. Есть такая квалификация, называется CFA, Chartered Financial Analyst. Заканчивать ее, переезжать в Лондон, там, становиться трейдером, да. Ну, и уже там продвигаться дальше по карьерной лестнице. Потом предоставилась вот возможность поехать. Тогда как раз Конор с Дайсином Пурье должен был, у него был бой. И он попросил меня поехать, помочь ему подготовиться в Лас-Вегасе. Тогда еще как бы команда не была такой огромной с собой. И мы поехали только я, он и тренер, то есть втроем. Но меня с работы не отпускали, то есть отпуска не было уже. Надо было или уходить, или не ехать. Ну, я, естественно, не думая, бросил работу и поехал в Лас-Вегас. Любой бой для меня серьезный бой. Я тот человек, который ни разу в жизни в боях не сдавался. То есть, если посмотреть мои бои в ММА, да, меня два раза душили, усыпляли, мне ломали руку. Но ни один боец не может сказать, что он заставил меня сдаться. Поэтому я иду всегда только вперед до самой победной, до последней капли крови. И здесь будет точно так же. Если обычно, когда мне противостоят бойцы намного крупнее, намного мощнее, то они могут этот выдержать напор, да, то Беринчику это сделать будет очень-очень сложно. Он просто чересчур маленький. Весовые категории же не просто так придуманы. Для меня с первой по десятую занимает Федор Емельяненко. Для меня он самый лучший боец в мире. Вдохновление, мотиватор, легенда этого спорта, легенда просто мира, легенда как человек. Я смотрел все его бои, все его интервью. Очень его люблю и уважаю. И для меня он лучше. В смысле? Пластик? Ты имеешь в виду, там, как бутылки из чего делают? Пластиковые? Не знаю. Пластик это пластик. Химия? А что? Я не знаю, если честно, из чего делать пластик. Я никогда об этом даже не задумывался. Мне все равно, из чего он делает. Это не моя сфера. Я с Конора никогда в жизни не брал деньги. У нас, для меня, он мой друг, мой брат, я всю жизнь, мы тренируемся, помогаем друг другу. Он много раз мне предлагал деньги, причем очень серьезные суммы. Но я никогда не принимаю их, потому что для меня это моя семья. С семьи я денег не беру. Даже раньше у меня не было вообще денег. То есть я там кое-как перебивался с копейки на копейку, но тем не менее денег не принимал, потому что для меня это дело принципа. У Исламу... Получилась такая очень серьезная проблема. У него вообще была раньше уже проблема с почками с детства. И вот сейчас у него отказали обе почки. И вообще, когда мы не знали этого всего, то есть мы так дальше тренируемся, то есть готовимся. Он там иногда что-то говорит мне, что там спина болит. Но я думаю, это от тренировок, да, потому что он же как бы не ММА-боец, для него это новые тренировки. Поэтому, думаю, тело болит, то есть на это списали и особо так в значении не придавали. И потом чисто случайно он полетел в Казахстан к родителям и решил пройти медосмотр. И тогда выявили врачи, просто врач был в шоке, у него уровень креатинина в крови. То есть нормальный должен быть 100, а у него был 1200, то есть в 12 раз. Там у врача просто глаза на лоб полезли, говорит, как ты вообще живой, как ты ходишь. Ну, естественно, потом сразу лег в больницу, постоянный диализ, то есть чистка крови два раза в неделю. Потом повезло, что нашли донора, ему сделали пересадку почки, и вот он сейчас восстанавливается. Понятное дело, что это настолько серьезная операция, он был просто в шаге от смерти. И нам просто повезло, что он жив. Слава богу, он идет на поправку, и я очень-очень надеюсь и уверен, что он будет в строю и 100%. Ну, мне просто здесь, зачем мне какое-то зло показывать или еще что-то? Зачем оно мне здесь? Я здесь живу, наслаждаюсь жизнью. А когда дверь в клетку закрывается или я захожу в ринг, тогда уже и включается злость, тогда уже включается агрессия, тогда я иду до конца. А в жизни зачем мне это? Вот если честно, сейчас я уже давно в этом спорте, внутри у меня нет ничего, да, просто пустота. Да, читаю там что-то, вижу, мне они просто мимо пролетают. А вот поначалу, когда только задевало все, то есть даже не могу сказать, что обидно или не обидно, что-то читаешь или что-то, ах, блин, что же это такое, злишься. Но со временем к этому просто привыкаешь настолько, и это становится как повседневно. Ну, опять, окей, хорошо. Читают, про меня говорят, что-то пишут, значит, знают. Это хорошо. Вот Дана Уайт очень хорошо один раз одному бойцу об этом сказал. Боец выходил, Джош Кошек, и его все стали букать, да, там, у-у-бу-бу. И он потом, да, не жалуется, говорит, у меня там все, я выходил, а все там меня обсвистели. И он говорит, и что, радуйся, могла быть тишина, ты мог выходить, и никто не знает, кто ты такой. И тогда у тебя будет копеечка только в кармане. А вот когда все букают, тогда у тебя будут миллионы. Поэтому у нас такой бизнес, мне обидного нет. Пишите больше, хейтеры, как всегда, вам пламенный привет, как же я вас люблю. Ты уже много раз слышал о боях Беринчик Лоба. Но, как говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. У тебя есть реальный шанс выиграть два билета на лучший Махач 21-го года. Просто подпишись на Инстаграм от души в душу и Махач. А свой инстаник оставь в комментах под этим видео. И совсем скоро, среди всех, кто выполнит условия, мы и выберем победителя. Будьте на связи. Ну, здесь, как говорится, customer is always right. Потребитель, он диктует правила. Это люди хотят смотреть. Пол недавно дрался полтора миллиона продаж. Такие цифры показывают единицы бойцов. Там, да, Мейведер, Конор, там еще кто-то. Это в топ вошел самых больших продаж мира. Значит, людям это нравится. Люди хотят это увидеть. А раз люди это хотят увидеть, почему этого им не дать? Это только бизнес. Люди смотрят там катание на лыжи. Или там горные лыжи. Никто не думает, ой, я вот сейчас встану и так же проеду. Никто так никогда не думает. Про бои каждый мужик сидит дома, смотрит, думает, я бы смог с ним выйти. Я бы смог ему там, я бы влево-вправо бы ушел, там двоечку бы пробил. Все бы было четко. И каждый так себя считает. Поэтому почему не дать им попробовать один разок выйти туда и прочувствовать, что это такое. Это и для них хорошо. Там они потом, попробовав один раз бой, ты на улице особо не захочешь потом драться, потому что будешь уже знать, что такое бой, как это может закончиться все плачевно. Самый большой мой гонорар, ну, свыше четверти миллиона долларов. Это было, когда дрался с Малинаджи. Ну, конкретно не буду говорить там, то есть была сумма, которая была гарантирована и плюс поэпервью. Но так как это бой был очень громкий, поэпервью была хорошая, то сумма получилась серьезная. Думал, кстати, думал, да. И помню, когда у меня так выпадали, что уже становилось немного видно, да. Особенно об этом подумал. Потому что ты пытаешься там как-то ими там домиком состроить их, прикрыть тут, там, не дай бог, дождь пошел. Ой, там меня будет видно, или там солнце посветило там у тебя это. И ты настолько над ним запариваешься. И вот в тот момент думал, пересадку сделать. А потом плюнул на это все, сбрил. И как просто вот груз такой с меня сошел, да, с плеч. И все, настолько стало мне легче жить. Я не парюсь, побрил, плюнул, протер и пошел. Нет, оба больные. То есть, да, голым кулаком получить больно, но голым коленом получить, голым локтем или там с ноги башню прилетит, как мне прилетало, причем неоднократно. Это тоже нехорошо. Поэтому, в принципе, и то, и то неприятно. Говорили, да, есть врач, там, у меня знакомый в Ирландии, к кому я постоянно хожу на осмотр, он именно нейрохирург. То есть, он постоянно об этом говорит, что просто так не нужно в этом быть. Как только там что-то не так тебе, или видишь, что все уже, карьера там конец, или деньги не те, уходи сразу. Он постоянно мне пытается, как бы, ну, об этом сказать, потому что, ну, факт тот, что вот в боксе, к примеру, да, каждый пятый, то есть 20% уходит из бокса с какими-то травмами именно головы, которые потом остаются с ними на всю жизнь, да. И это просто, это реалии, реалии этого спорта. Наша голова не предназначена, чтобы по ней колбасить. Нужно это понимать и осторожно к этому относиться. Мы всегда с ним нырались раньше по-серьезному, по-другому и не было. Мы думали, что так и нужно. Мы думали, что, как бы, ну, как говорится, если хочешь быть хорошим танцором, много танцуй. Хочешь быть хорошим бойцом, много бейся. Вот мы и бились. Мы рубились не на живот, а насмерть. У нас были рубки то, что надо. То есть, говорю, что там кровище христало, и переломы были, и рук, и лица, и зубы летели. И, ну, там было все очень жестко. Ну, как бы, смотря с кем. То есть, естественно, как бы, разные отношения с разными. Допустим, моя сестра младшая, ввиду того, что у нас такая большая разница, 17 лет, она для меня, можно сказать, как дочь, да, моя. То есть, я немного такое беру позицию, занимаю, как бы, отца тоже. Ну, естественно, мой отчим, ее отец присутствует, но и я тоже со своей стороны. Пытаюсь ее там воспитывать, конечно. А не особо это действует, но я все же пытаюсь. Поэтому с ней я довольно-таки строг. Ну, с мамой я маминкин сыночек. Вот. С отчимом хорошие у меня отношения. У меня отличный отчим Серега. Он настоящий мужик, благодаря которому у меня много есть в этой жизни. То есть, он всегда работал, работяга, кормил семью. Если надо было, работал в воскресенье, без выходных, без проходных. Не ездил в отпуск, там, годами. То есть, ну, настоящий мужик. Я его очень уважаю, ценю и люблю. Нет, Конора, для Конора спорт всегда будет на первом плане. Это его жизнь, это то, что он знает. Он боксом занимается с 9 лет. Когда человек на этом вырос, это его жизнь. У него нет этого. Первый, второй план, это он. Это его жизнь. Бои, это Конор. Виски приносят намного больше, чем бои. Виски очень-очень прибыльная тема. Тем более, ирландский виски, это очень известный виски в мире. Он вообще в свое время мог бы стать, как бы, номер один на виски в мире. Но просто Англия не давала этому случиться. То есть, зажимала всячески Ирландию, закрывала им экспорта в другие страны, вкладывали их налогами. И из-за этого ирландский виски поднялся. Но на самом деле, ирландский виски считается более мягкий, более качественный вкус. Артем Лобов от души в душу, а хейтерам на сын в уши. От души в душу!